А вы в курсе, что краевая школа самбо одна из лучших в нашей стране? Сегодня этим видом спорта в Краснодарском крае занимается более 4000 человек. За два предыдущих года кубанские самбисты на соревнованиях различного уровня, это всероссийские, международные, завоевали более 200 наград, в их числе и медали наших сочинских спортсменов. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятова. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. Специализированные школы под дзюдо или самбо или их отделения в спортшколах сегодня работают в 35 муниципалитетах Краснодарского края. И надо отметить, что современные спорткомплексы для единоборств сегодня открываются не только в крупных городах, но и в том числе в сельской местности. И вот один из таких в конце марта открылся в станице Динской. Смотрим сюжеты и далее вернемся в студию. Пока мастера кэндо, японского искусства владения мечом, оттачивают на себе удары, в секции по рукопашному бою демонстрируют, как обезвредить нападающего голыми руками. Девятилетний Кирилл Михно с радостью показывает свои любимые приемы. Вот так надо, чтобы рука шла сюда и чтобы он постучал. Это как сдается. Кроме рукопашного боя в Краевом центре единоборств обучают еще греко-римской борьбе, самбо, тайскому боксу, карате. Легче сказать, чего здесь нет. Тысяча квадратных метров разбито на отдельные зоны. Тренажерный зал, зал спортивной борьбы, место для отработки ударной техники. Причем записаться в секцию можно абсолютно бесплатно. Ну а условия, от них даже тренеры робеют, вспоминая места, где приходилось заниматься раньше. Условия, конечно, были отвратительные. Это, ну, сюда зашли мы как в дворец, олимпийский дворец. Постараемся растить олимпийских чемпионов. Краевой центр единоборств, который открылся в станице Денской, первый подобный комплекс в сельской местности. А ведь на Кубани боевыми искусствами уже занимаются 50 тысяч человек. Поэтому нет сомнений, что такие спортивные залы будут востребованы во всех районах, отметил Вениамин Кондратьев. Сегодня он посетил новый центр, зашел в тренажерный зал и побывал на тренировке по рукопашному бою. Как вам зал, в котором вы сейчас тренируетесь? Вчера. А раньше вы тренировались в каком зале? В мальчике. Какой лучше? Где вчера или который сейчас? Сейчас. Самое главное – сделать спорт доступным. И не важно где – в крупном городе или небольшом поселке. За последний год на Кубани уже построили 4 малобюджетных спортивных зала. В этом году планируют еще 14. Дух, который сегодня воспитывается и будет воспитываться в этом спортивном комплексе, на этих коврах, во-первых, и в жизни им поможет быть успешным. Не обязательно им быть олимпийскими чемпионами, чемпионами мира. Они должны стать чемпионами в жизни. Это намного важнее. И я хочу пожелать всем ребятам, которые сегодня пришли, на самом деле, достичь в жизни успехов. Никто из вас не может загадать, кем вы будете через 5, 10, 15 лет. Главное – стремиться верить в себя, верить в свой народ, верить в свою землю. Губернатор Края принял еще одно важнейшее стратегическое решение. С 1 сентября в качестве эксперимента в 100 наших общеобразовательных школах начинается преподавание уроков самбо. В неделю три урока по физической культуре, так вот третий урок, будет преподаваться именно борьба с самбо. Кстати, чемпионатом именно по этому виду спорта сегодня обновили краевой центр единоборств. В соревнованиях участвовали команды из Тимашевского и Динского районов. Однако только лишь боевыми искусствами в этом комплексе ограничиваться не будут. В будущем здесь появится бассейн и теннисные корты. Ну и о развитии единоборств в городе мы сегодня поговорим с президентом федерации самбо и дзюдо города Сочи Владимиром Елединовым. Здравствуйте, Владимир Борисович. Спасибо, что к нам пришли. Ну, Федерация борьбы дзюдо и самбо города объединяет сразу несколько спортивных школ Олимпийского резерва и спортивных клубов, которые находятся на территории всего большого нашего города Сочи. Что это за школы и клубы и вообще сколько сегодня наших сочинских ребят вовлечены в занятия этими видами единоборств? Ну, на сегодняшний день наша Федерация объединяет пять спортивных школ, в которых тренируются наши дети. Количество занимающихся у нас порядка трех тысяч человек. И, ну, как бы наша Федерация – это молодая Федерация в городе Сочи. Нам еще нет и десяти лет. Но на протяжении нашего существования нашей Федерации мы добились не очень плохих, хороших, будем говорить, успехов в развитии спорта в нашем городе, в развитии именно единоборств. Вот. Нашего российского, исконно российского, советского даже вида спорта борьбы с самбо, который основан был, кстати, в этом году будет 80 лет основания борьбы с самбо, мы тоже будем праздновать в городе Сочи и по всей стране. Это такое значимое для нас единоборцев событие. Ну, по итогам двух прошлых лет Сочинская Федерация дзюдо была признана лучшим клубом по версии Всемирной ассоциации дзюдо, а Сочи завоевал звание победителя среди регионов различных стран по развитию дзюдо как олимпийского вида спорта. Великолепные какие-то результаты и успехи. Как удалось достичь такого ошеломительного результата, высокого такого звания, и два года подряд, тем более? Ну, дело все в том, что вот и как раз именно эта ассоциация дзюдо, она определяет победителей среди региональных федераций по принципу динамики развития. То есть это не значит, что мы прям самые лучшие в стране и в мире. Просто по динамике, которую мы показываем, по количеству результатов, по привлечению в этот вид спорта молодых ребят. Ну и основа как раз вот этого голосования – это независимый интернет-голосование. То есть все видят, как наша федерация в стране развивается. И по независимому интернет-голосованию мы вот заняли первое место. Занимаем это место второй год подряд. Удерживаем, будем говорить, потому что завивать сложно, да, удержать сложнее. Ну и отдельно хотелось бы еще поговорить, конечно, о джиу-джитсу. Если самбо и дзюдо достаточно знакомы для наших зрителей виды спорта, то, возможно, о джиу-джитсу кто-то из нашей аудитории, которая нас сейчас смотрит, слышит вообще впервые. Что это за вид спорта, и, насколько я понимаю, официально преподавать его в Сочи начали сравнительно недавно? Ну, джиу-джитсу, на самом деле, это очень интересный вид единоборств, родины джиу-джитсу. Ну и по названию, наверное, логично можно понять, что это Япония. Но мы развиваем бразильское джиу-джитсу. Вот и бразильцы переняли, значит, у японцев этот вид спорта, это вид единоборств, и добились больших, таких серьезных результатов. Основа джиу-джитсу, конечно, это борьба в партере. Это борьба внизу, лежа. И на самом деле, вот у нас есть такая российская борьба с самбо, очень много мы переняли, наш вид борьбы перенял в джиу-джитсу. Поэтому наши ребята, которые занимались самбо, попробовав свои силы в джиу-джитсу, показали сразу неплохой результат. Но, конечно же, мы подхватили этот вид спорта, потому что, ну, во-первых, как бы мы, я считаю, должны своим ребятам, раз мы развиваем в городе единоборство, показывать разносторонние все виды единоборств, я считаю. И вот кому-то понравится джиудо, кому-то самбо, а кому-то джиу-джитсу. Да, мы, в принципе, одноплановые все виды борьбы, только, конечно, каждый вид спорта, каждый вид единоборств со своими нюансами. Вот. И к нам обратилась Кривая Федерация джиу-джитсу, ну, с предложением развивать этот вид спорта в городе Сочи. Мы, конечно же, там с удовольствием откликнулись и показали уже такой неплохой рост в этом виде единоборств. Вот. Тем более, техника джиу-джитсу, она, ну, будем говорить, в джиудо не так сильно, конечно, парты развиты, а вот в самбо парты развиты очень хорошо. И повысить уровень даже наших самбистов мы можем за счет вот развития как раз вот этих видов единоборств. То есть наши ребята становятся более разносторонне развитыми в плане борьбы лёжа. Вот. Очень много интересного и интересной техники там можно для себя перенять. И я совершенно там не против, потому что мне некоторые говорят, почему ты там разрешаешь там своим самбистам выступать по джиу-джитсу. Потому что это, конечно, там, ну, как бы увеличивает кругозор спортсменов. Каждый спортсмен, он сам должен определиться, по какому виду единоборств ему выступать. И если мы для наших ребят дадим такой больший спектр и разнообразим возможность их выбора, то мы, наверное, и больше привлечем ребят, и усилим и технику борьбы лёжа и в самбо, да, и самбистами можем там, как уже показали, да, показать там неплохой результат. Вот наша команда сборная по Сочи поехала на чемпионат края и заняли практически все первые места. То есть, ну, как бы это говорит о том, что у нас и уровень самбо хороший, да, и уровень джиу-джитсу мы сразу в городе подняли на определенную там высоту. А тренеров как-то пришлось привлекать? Или ваши же тренеры, они тоже преподают джиу-джитсу? Да, пока наши тренеры преподают и джиу-джитсу, мы очень внимательно смотрим на подход наших тренеров и к организации тренировочного процесса. Вот, и естественно, так как наши тренеры являются хорошими специалистами, во-первых, имеют правильное образование, а во-вторых, у нас, ну, как бы к тренерам подход такой, что мы не стремимся воспитать, там, 100% хорошего спортсмена. У нас такой комплекс. Должен быть, в первую очередь, хороший человек, дух, значит, командный обязательно у ребят мы вырабатываем, значит, патриотическое воспитание обязательно должно у нас быть. И очень многое зависит от тренера, как ты воспитаешь ребенка, потому что один, получив навык единоборства, пойдет родину защищать, а второй, может, пойдет хулиганить, людей бить и там ларьки переворачивать. Поэтому, конечно, тренер у нас, ну, это человек, который очень серьезный, воспитательный, участвует очень серьезно в воспитательном процессе ребенка. Но большинство все-таки ребят направляют свою энергию в нужное русло и занимают высокие достаточно места на разного рода соревнованиях, и всероссийских, и международных. О каких-то последних успехах наших сочинских самбистов, дзюдоистов на международной всероссийской арене? Ну, успехов у нас достаточно. Вот, буквально, значит, позавчера закончился Кубок мира по самбо. Это вот мемориал Харлампева проходил он в Москве, в легендарной школе самбо-70. Кстати, впервые это было. И вот наша сочинка, девочка Кристина Корейкян завоевала серебряную медаль. Она, значит, выступала в составе сборной страны и отобралась на, значит, Харлампева в конце прошлого года, заняв второе место на Кубке России по самбо. Вот, также у нас есть мальчик, значит, Завен Калишьян, который, значит, завоевал серебро первенства России. Вот, спортсмены нашей команды сочинской в составе сборной края заняли первое место на первенстве России по дзюдо до 15 лет. И сейчас мы ожидаем выступления наших дзюдоистов на Кубке Европы по дзюдо среди кадетов, который будет в Туле с 31 марта по 1 апреля. У нас там будет бороться Самуэл Дарбинян. На первенстве Европы по самбо Завен Калишьян поедет в Прагу, значит, с 17 по 21 мая будет это соревнование. Так что, ну, конечно, есть чем похвастаться, но хочется все-таки, чтобы результат был еще лучше. Да, нам хочется пожелать, конечно, успехов ребятам на предстоящих таких крупных, очень важных стартах. Но еще очень интересный проект, который вы реализуете, это адаптивная самбо. То есть самбо для детей с ограниченными возможностями здоровья. Расскажите об этом направлении работы и вообще, какие результаты дают такие занятия самим детям с особенностями развития. Ну, это, с одной стороны, конечно, и легкий вопрос, а с другой, очень сложный. Мы начали развивать адаптивное самбо, значит, буквально в прошлом году такая идея пришла в голову мне, потому что так вот получилось в последнее время, я столкнулся с детьми, у которых такой синдром ДЦП. Мы решили каким-то образом, значит, привлечь вот этих ребят, у которых, ну, у которых есть определенные ограниченные возможности по движению, по развитию, значит, и что-то придумать для них в плане вот типа как УФП, ну, такой для именно специализированной для их вот такого состояния. Вот. И начали там путем эксперимента изучение там определенных методик в мире. Вот. И, ну, как бы вообще у нас город Сочи, город-курорт, да, там, всесоюзная здравница. Вот. И вообще вот такая идея, она родилась в том году, чтобы в городе Сочи создать вообще такой, как бы, центр, всероссийский центр для детей ДЦП, в том числе в этом комплексе, и вот эту методику по развитию детей на тренировках по адаптивному самбо. Значит, мы для этих детей в прошлом году проводили, ну, такие вот разовые соревнования, самбониады мы их назвали. Вот. И, к счастью, как раз в этот момент наша сборная России по самбо во главе с тренером, моим другом Дмитрием Трошкиным, главным тренером Дмитрием Трошкиным готовилась к чемпионату мира, который тоже проходил у нас в прошлом году, в ноябре, в городе Сочи. Вот. И я ему рассказал, при встрече, что вот мы вот занимаемся, вот такая вот у нас идея есть, да, привлечь к борьбе самбо детей с ограниченными возможностями. И, кстати, Дмитрий сказал, что, вот рассказал мне интересную историю, что у нас, оказывается, в 2011 году чемпионом мира мальчик стал, у которого в детстве был синдром ДЦП. А много желающих, вот сколько в этой группе сейчас детей? Ну, мы сейчас только формируем группы, да, потому что мы не можем сейчас вот прям начать вот этот процесс лечения, мы отрабатываем методики. Поэтому вот там у некоторых, ну, как бы у нас одна группа, да, на которой мы сейчас вот нарабатываем, там, те методики, которые будем применять. То есть это быстро так не делается. Хабаровский прошел чемпионат России по самбо, на котором была отчетно-выборная конференция. Вот. И, значит, что нам удалось добиться, что в рамках Всероссийской Федерации самбо вот это отделение, значит, адаптивного самбо для детей с ДЦП, мы сделали отделение в рамках Всероссийской Федерации. То есть нам, как бы мы уже не своими будем, и только силами, нам помогает вся наша Всероссийская Федерация. Вот. И, кстати, председателем этой комиссии сделали меня, ну, как основателя, будем говорить, вот этого движения адаптивного самбо. И я даже не сомневаюсь в том, что мы добьемся там серьезных результатов и, ну, конечно, постараемся максимально уделить внимание нашим детям, у которых вот такой вот с рождения страшный диагноз ДЦП. Вот. Поэтому мы вот в этом направлении двигаемся. Ну, еще очень интересный проект, о котором бы хотелось поговорить, это проект «Самбо в школу». Это Всероссийский проект, который ориентирован на приобщение школьников к изучению основ борьбы самбо. И уже решено, что с нового учебного года, уже буквально с сентября, в качестве эксперимента в ста кубанских школах этот проект будет реализован, и начнутся уроки физкультуры, на которых будут преподавать самбо. В эту сотню школ входят ли сочинские наши школы, и как тренеры из федерации городской нашей самбо будут тоже вовлечены в реализацию этого большого всероссийского проекта? Ну, на самом деле, как бы, начал этот проект «Самбо в школу» наш президент Владимир Владимирович Путин. Вот. И мы уже его подхватили. То есть мы в прошлом году, в прошлом летом, в августе месяце, в 26-й школе, которая находится на Голубых Далях, значит, уже открыли зал «Самбо в школу». Был уже, кстати, в декабре месяце проведен всероссийский турнир, который так и назывался «Самбо в школу» в городе Москве. Участвовало порядка 400, значит, школ, которые участвуют в этом проекте по России. И наша сочинская 26-я школа заняла первое место в общекомандном зачете. Да, то есть мы, он говорит, выступили очень хорошо, поэтому даже пока уже… Достойный результат, действительно. Да, достойный. Да, основа этого проекта «Самбо в школу» – мы учим всех детей, как постоять за себя, как правильно упасть, потому что неправильное падение – это травма. Как правильно освободиться от захвата, чтобы себя не травмировать, потому что как правильно защитить своих близких. Поэтому в школе этому не учат, а на самом деле, ну, хотя бы ребята, пацаны, они должны знать. Такие важные практические знания для жизни. Да, для всех. Каждый, например, третий или каждый четвертый урок физкультуры должен быть уроком самозащиты. То есть все дети должны в обязательном порядке проходить уроки самозащиты. А наши тренера, естественно, как специалисты, потому что, ну, кто, как не тренер по «Самбо», может показать, что такое «Самбо». Элементарная вещь, я говорю, что, ну, вот, маленьких детей, да, ну, как бы мы до этого, наверное, дойдем к вопросу. Значит, все родители хотят детей отдать в какое-то единоборство, там, как можно раньше. Вот я слышал, некоторые в 4 года пытаются, там, ребенка отдать, там, в карате, там, в то же самбо, значит. И, конечно, ребенок к этому еще не готов. Надо к этому правильно готовить. Вот только правильно подготовленный тренер, который знает методики подготовки, чтобы правильно совершить бросок, сделать бросок, правильно, там, сделать какой-то прием, провести. Человек должен, там, ребенок в том числе, должен быть правильно физически развит. Потому что если у ребенка, там, ну, будем, не сильные руки и не развитые ноги, он только себе навредит. Он попытается сбросить ребенка и, там, повредить себе позвоночник. Ну, поэтому, конечно, вот детей надо отдавать обязательно с раннего возраста заниматься физкультурой в том числе, но не именно, прям, вот самбо есть. Правильный тренер вначале начинает ребенка готовить к борьбе. То есть это, так называемое, специализированное УФП – укреплять мышцы спины, рук правильным образом. Потому что, например, для футбола, для волейбола такая подготовка, она не подойдет. А если человек действительно занимается, планирует заниматься ребенок единоборствами, то его надо правильно подготовить к этому. Потому что, если он будет неподготовлен, он травмируется. Ну да, вот мы с вами, Владимир Борисович, плавно перешли к очень важному вопросу, к вопросу безопасности на тренировках. И, к сожалению, безопасность детей не могут обеспечить какие-то сомнительные секции или клубы, которые не под эгидой нашей городской федерации, которые как-то отдельно занимаются, открываются. Вот насколько безопасно или небезопасно отдавать в такие неаккредитованные секции или клубы наших сочинских детей? Слушайте, ну это не небезопасно, это опасно. Значит, существует у нас федеральный закон о физической культуре и спорта 329. Там черно-по-белому написано, что только официально аккредитованные Министерством спорта Федерации, они имеют право проводить и тренировочные, и проводить соревнования в том регионе, в котором они представляют тот или иной вид спорта, а аккредитованные, естественно, Минспорта. Вот. Значит, и в том числе, я не помню, там, по-моему, 36-я статья, общественные организации, которые аккредитованы Минспортом, как вот наша федерация, мы обязаны по закону вести общественный контроль за работой всех секций, всех клубов, которые занимаются развитием именно вот наших единоборств, тех единоборств, которые мы представляем. Во-вторых, тренер, значит, если родители приводят детей в такие секции, должен обладать, иметь специальное тренерское образование. Вот. И мы вот сейчас, кстати, с этого года хотим вести обязательную, как федерация, обязательную сертификацию тренеров от федерации. Потому что на, ну, мастеров спорта даже очень много, есть там и заслуженные мастера, и международники, но они не могут быть тренерами, потому что особенно тренировать детей. Потому что, ладно, человек, которому уже там после 16, после 18 лет, он сам за себя отвечает, и он там, ну, может выбирать себе там любого тренера, любой зал там, в котором тренироваться. А, значит, до совершеннолетия родители несут ответственность за детей, и они же отдают своих детей, не понимая куда. То есть, и я видел, значит, есть в интернете эта вся информация. Я в прошлом году, кстати, даже и в правоохранительные органы, там, пришлось мне обращаться. Потому что проводят среди пяти-шестилетних соревнования беззащитной экипировки, дети прямые удары в голову, значит, наносят друг другу. Там такое творится, и родители, не понимая, что происходит, кричат, типа, давай, бей его. Ну, что-то вот в этом роде происходит. И, конечно, ну, родители-то, понятно, они не профессионалы, не понимают, что это такое. Они не знают, как нужно. Да, они, во-первых, не знают, как нужно, а во-вторых, к чему может привести вот такие соревнования, там, травмы. А во-вторых, значит, ребенок-то и тренер, который не знает методик, не знает правильной подготовки, он показать даже правильный бросок не сможет, вот, и подготовить ребенка к правильному броску. Поэтому вот они и проводят вот эти вот между собойчики соревнования, потому что они тренируют, тренируют, раз, каждую неделю у них какое-то соревнование. Раз, медальки там, значит, напечатали, взнос, с родителей, главное, денежку получить, получили, провели соревнования. И вот эти дети, которые, там, образно, две недели позанимались, уже, там, чемпионы. Родителям хорошо, они всех этих детей с медальками показывают, как, значит, там, собак на выставке. Но куда-то дальше, на городские или всероссийские соревнования, крылья, они пойти не могут. Ну, я хотел рассказать такой пример у нас был, значит, мы проводили первенство города, значит, подзюдо. И пришел мальчик с папой, мальчик обвешан медалями, значит, как новогодняя елка ходит, гордый весь. Все дети перепугались, что такого, да, у заслуженных мастеров такого количества медалек не видели мы. Ну, вот и папа, значит, за этим мальчиком тоже гордый ходит. Вот, ну, в общем, там, не буду предусловия так долго рассказывать. В общем, этот мальчик, оказалось, да, занимался, вот, в аналогичной секции шести лет, там, четыре года, там, это по возрасту порядка десяти лет мы проводили, это человек первенство города. Значит, четыре года, значит, папа им гордился, вся семья гордилась, кучу денег он отдал вот в эту секцию. И ребенок, значит, вышел, получилось так, в первой схватке, значит, с мальчиком, который прозанимался чуть больше, чем полгода. Значит, и вот этот мальчик, который у нас в секции прозанимался, новичок, значит, полгода, меньше, чем за минуту выиграл у этого мальчика, который четыре года весь с медальками пришел. Ну, слава богу, обошлось без травм физических, но такой психологической травмы, я такой истерики у ребенка не видел. То есть, папа удивлен, ребенок рыдает, понятно, что его больше никакими коврижками, ни в какую там секцию единоборств не затащишь. А родители же уверены, что у тебя ребенок там подготовленный, а на самом деле стать, ну, как он говорит, хорошим профессионалом в борьбе, там, дотренироваться, добороться до мастера спорта, это титанический труд. Вот, поэтому, конечно, мы, ну, конечно, переживаем за тех детей, которые идут в такие секции. И, ну, вы представьте, да, вот родители говорят, мы детей там в четырех лет не берем. И существуют санпины, ну, закон, по которым там дети могут заниматься единоборствами с 10 лет. До 10 лет это вот специализированное УФП, о котором я говорил. А это же скучно. Это же никто никого не бьет, никто никому там руки, ноги не ломает. Ну, вот, поэтому родители, им нужно побыстрее, значит, чемпиона воспитать, чтобы уже там в 7 лет он там начнет в 6, всем уже там чемпионом был. Вот, и вот этим и пользуются вот такие левые секции. Ну, я думаю, Владимир Борисович, нам нужно сегодня с вами призывать все-таки родителей приводить своих детей, если они хотят, чтобы они занимались единоборствами, только в аккредитованной федерации борьбы самбо и дзюдо, клубы и спортивные школы. Да, конечно. Вся информация есть в интернете, на вашем сайте. Что касается борьбы дзюдо-самбо, значит, боевых единоборств, которыми вот родители пытаются отдать детей, там, не ведитесь на рекламу, не надо этого делать, вы квалификацию тренера, поговорите с тренером, пообщайтесь, да, есть у нас сайт, обратитесь в федерацию. Все официально аккредитованные нашей федерацией тренера, все секции мы вам подскажем и расскажем. К сожалению, может быть, нас не так много, как и в тех районах, в некоторых районах, там, у нас пока нету еще этих секций, да, но, по крайней мере, вы обезопасите себя, получив от нас информацию. Я думаю, благодаря нашей сегодняшней передаче, да, будет гораздо меньше родителей, которые будут отдавать своих детей в такие сомнительные клубы и подвергать их опасности. Да, я надеюсь на это. А вам, Владимир Борисович, спасибо большое, что стали сегодня гостем нашей программы, спасибо большое за очень интересный разговор. Ну, я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был президент федерации дзюдо и самбо города Сочи, Владимир Елединов. Спасибо огромное. Спасибо. Ну, и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин